Привет! Сегодня будем разговаривать о том, что такое представление информации. С вами все так же Даша Фокина и теплица социальных технологий. В классической электронной таблице все пользователи видят одно и то же. Однако в базе данных, где иногда бывают сотни атрибутов и тысячи записей, удобно пользоваться вьюсами. Путем создания вьюсов вы формируете себе рабочее пространство и настраиваете формат отображения информации, который нужен для ваших задач. Начнем! Итак, каждый пользователь базы данных может настроить один или несколько вьюсов для себя, в зависимости от того, какая информация необходима ему для работы. Я подготовила для нас базу подопечные. На ней будем учиться пользоваться вьюсами. В этой базе есть таблица с подопечными и таблица с городами, в которых они живут. Например, у нас есть новые заявки от подопечных. Этих новичков можно отфильтровать по значению в поле статус, а не бродить по всей таблице, выискивая их. Итак, резюмируем. Вьюсы позволяют настроить, какая информация будет отображаться в таблице на основе установленных критериев. Фильтры позволяют скрыть записи из вьюса в зависимости от значений в полях. Например, оставим во вьюсе только подопечных из Казани. Мы можем настроить отображение или скрытие определенных атрибутов, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве полей без удаления каких-либо данных из базы. Еще можно вручную изменить порядок записей или применить автоматическую сортировку, чтобы записи отображались в определенном порядке. Например, можем упорядочить наших подопечных по времени работы с нами, от самых стареньких до новичков. Еще можно изменить ширину полей или закрепить поля в левой стороне экрана, чтобы они всегда отображались при скроллинге вправо, если атрибутов в таблице уж очень много. Можно создавать неограниченное количество вьюсов разного типа и переключаться между ними. Маша может создать себе вьюс для обзвона новичков, чтобы пригласить их на знакомство. Наташа может создать вьюс со всеми, кто занимается стьюторами, чтобы предупредить их о новых коронавирусных ограничениях. Все они будут работать в своих вьюсах, но при этом информации они будут оперировать общей. Важно понимать, что таблица с данными при работе с вьюсами остается одна. Просто Маша и Наташа будут делать из нее разные выборки данных. Все изменения, которые они будут вносить в свои вьюсы, будут храниться в общей таблице подопечные. То есть, если Маша обновит информацию в своем вьюсе, Наташа увидит изменения в своем. Итак, перед нами таблица. Все доступные для нее вьюсы отображаются в левой части экрана, в панели навигации. На ней сейчас расположен единственный вьюс, созданный по умолчанию при создании таблицы. В нем отображаются все данные таблицы. Предлагаю оставить его, переименовав во «Все подопечные». Чтобы переименовать, дважды нажмем на название. Итак, мы хотим создать новый вьюс для Маши. Нажмем на вьюс «Все подопечные» и выберем опцию «Тапликейт вью». Сразу же обзовем этот вьюс «Обзвон новичков». Дальше вьюс для Наташи. Его мы создадим другим способом. Посмотрим на нижнюю часть панели навигации. Там есть перечень того, что мы можем создать. Мы выбираем грид и получаем новый вьюс. Называем его в тьюторской программе. Посмотрим, какие возможности есть у нас при работе с вьюсами. Нажмем правой кнопкой мыши на название вьюса. Переименовать, дублировать и удалить. Не густо. Мы создали вьюсы. Настраивать их будем чуть позже. А пока я расскажу, как данные из вьюсов можно использовать. Вы можете распечатать, скачать или отправить данные из вьюса кому-то еще. Чтобы это сделать, необходимо воспользоваться кнопкой Share View. Открылось окно для выбора. Создать доступный для просмотра вьюс или создать форму для внесения записей в данные вьюс. Пока что остановимся на создании вьюса для просмотра. Открылось окно. Первая опция в нем позволяет или запрещает копирование данных из вьюса тем, у кого есть ссылка. Также эта настройка определяет возможность скачать датасет в формате CSV или распечатать данные. Давайте посмотрим, как это выглядит. Перейдем по ссылке. За скачивание и печать отвечают вот эти три точки. Вернемся к нашему вьюсу. Кстати, обратите внимание, что в целях безопасности время от времени вы можете генерировать новую ссылку. Тогда предыдущая станет неактивной. Следующая настройка определяет возможность синхронизации данных из этого вьюса в новый. Этой обширной теме мы с вами посвятим целый урок. Последняя опция, доступная в бесплатном плане. Возможность видеть все поля таблицы, даже если они были скрыты во вьюсе, который был расшарен. Опции, недоступные нам в бесплатном плане, это установка пароля или доступ по домену почты. По моему опыту, с паролем часто бывает беда, потому что они постоянно забываются, а Airtable не говорит, кто его установил и не позволяет его восстановить. Приходится удалять этот расшаренный вьюс и создавать новый. Итак, мы создали ссылку для того, чтобы делиться вьюсом. Закрываем окошко и видим, что кнопка ShareView окрасилась в розовой. Это удобно. Теперь мы, заходя во вьюс, сразу видим, что он используется где-то вовне. Кстати, если попробовать его удалить, то Airtable спросит, действительно ли мы хотим это сделать. Ведь его данные где-то используются и могут быть кому-то нужны. Если я удалю вьюс с новичками, то я удалю только лишь выборку, сам вьюс из панели слева. При этом записи, которые в нем отображались, никуда из таблицы не денутся. Давайте удалим вьюс обзвон новичков, в котором есть лисицын. Итак, вьюс удалим. Давайте убедимся, что в вьюсе все подопечные лисицын на месте. Восстановим вьюс с новичками, он нам еще пригодится на следующем уроке. Коль уж мы упомянули про возможности в платном аккаунте, хочу рассказать, что те вьюсы, что мы создали, видны всем пользователям, обладающим правами на работу с данной базой. В платном аккаунте вьюсы бывают трех типов. Нажмем на человечков около названия вьюса. Наш вьюс общий, его могут видеть и редактировать все пользователи пространства. Кроме того, есть два типа вьюсов, недоступные нам с вами. Персональный. Если вы создадите такой вьюс, он будет виден только вам. Это прекрасная возможность, которой я часто пользуюсь. Поверьте, когда вы начнете активно пользоваться базами в Airtable, количество вьюсов будет расти не по дням, а по часам. Если каждый пользователь скрывает свои персональные вьюсы, то катастрофу еще получится предотвратить. В бесплатном аккаунте вы не утонете под грудой вьюсов, просто периодически проводите ревизию и чистите те, что давно уже никому не нужны. Золоченный вьюс – это вообще манна небесная. Этот вьюс никто не может редактировать. Если вы расшариваете вьюс, то возможность заблокировать его от шаловливых рук бесценна. Мы подошли к концу знакомства с самой сущностью вьюса. В следующем уроке мы наконец-то настроим вьюсы для Маши и Наташи в соответствии с нашей изначальной задумкой, чтобы они смогли приступить к выполнению своих задач. Дальше нас ждет фильтрация данных, и группировка, и сортировка, и еще ряд приятных настроек для удобства работы с данными. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова